Александр Владимирович, Вы вступили в должность главы администрации, как исполняющей обязанности. Вообще какая причина изменения руководителей города Ивангорода? Решение было принято руководством Кингисепского района по согласованию с правительством Ленинградской области, поэтому такой переход состоялся. Константин Петрович на сегодняшний день уже ушел на пенсию, отдыхает. Мне придется в ближайшие полгода как минимум заниматься организацией всех процессов в Ивангороде. И готов, готов, уже приступил к этой работе, большой, интересной. Ну, в общем-то, есть свои минусы, есть свои плюсы, но, тем не менее, этот шаг для меня он осознанный. Я готов к этой работе и уверен, что в ближайшее время жители увидят это. Скажите, ну вот Ивангород, то есть он всегда были проблемы, люди пишут и в комментариях, жалуются и по поводу того, что происходит на парусинке, и качество вообще ремонтных работ. Вот везде шли жалобы. Вот вы уже разобрались во всех проблемах или видите проблемы конкретные, которые есть в Ивангороде? Ну, еще не все проблемы конкретно вижу. Я могу сказать, что, ну, наверное, это касается не только Ивангорода. Есть добросовестные подрядчики, есть недобросовестные подрядчики, как и везде. Но, тем не менее, город в этом плане живет, развивается. Есть определенные финансовые средства в государственных программах, которые привлекаются на территории Ивангорода и по дорогам, и по сетям, и по благоустройству. В этом году точно будут, я хочу заверить, своевременно и на должном качестве все работы, которые мы планируем, которые в ближайшее время будем запускать. Что касается жалоб ивангородцев, то, конечно, они как обычные жители нашей страны. Но, в отличие от граждан других городов, регионов, у ивангородцев есть возможность побывать, перейти мост, побывать в стране Европейского Союза, посмотреть, какие условия проживания там. И, конечно, все сравнивают и хотят, чтобы как минимум было не хуже. Ну, я считаю своей основной задачей создать именно такие условия, чтобы проживание в Ивангороде было как минимум не хуже, чем проживание в Нарве с точки зрения благоустройства, качества жизни, качества коммунальных услуг. Поэтому это большая работа, она очень серьезная, она финансово затратная работа. Но, тем не менее, мы ее обязаны делать. Это наша полномочия, полномочия местной администрации. Ну, и мне бы хотелось, чтобы жители с пониманием относились к реализации тех вопросов, которые будут в ближайшее время. Ну, и, конечно, берегли то, что будет создаваться положительного. Потому что, ну, кто, если не ивангородцы, будем беречь то, что создается. Ну, а то, что Ивангород – это особенный город, безусловно, да. Во-первых, он является, он попадает в пятикилометровую приграничную зону. Город невозможно въехать без специального пропуска, либо прописки Кингисепского района. Вот. Город транзитный, потому что большой поток граждан едет в Эстонию и дальше уже в Европу. И, конечно, бытовые условия и условия, которые касаются общественных территорий нашего города, ну, они требуют особого внимания. И, безусловно, моя цель – эти вопросы все поднимать на разных уровнях и, в общем-то, осмотреть возможность и развития Ивангорода тоже. Потому что бюджет на сегодняшний день, ну, я не скрывал, он достаточно сложный. Он покрывает только, скажем так, основные расходы по, вот, как называется, только дыры затыкаемые. Пока на сегодняшний день финансов для развития Ивангорода у муниципалитета нет. Но мы будем над этим работать. Проблема, которая интересует у многих граждан, бассейн, все-таки как-то решается? Ну, вообще я могу сказать, что то количество социальных объектов, которые в Ивангороде есть, они на сегодняшний день, ну, требуют определенных вложений. Ну, практически все – и культурные, и спортивные наши учреждения. И бассейн не исключение. Бассейн городу нужен, жители ждут, жители не только Ивангороду, но, я могу сказать, и Кингисеппа ждут, что Ивангородский бассейн откроется раньше Кингисеппского. Безусловно, многие будут приезжать сюда и заниматься, либо заниматься оздоровлением, либо заниматься спортивной секцией. В еженедельном контакте с подрядчиком пока есть небольшое отставание от сроков, но мы надеемся с участием и Комитета по строительству Ленинградской области, и администрации Кингисеппского района, которые тоже еженедельно встречаются на площадке, смотрят объем выполненных работ, ставят задачи определенные, следят за качеством выполнения работы. Что общими усилиями мы все-таки в этом году этот вопрос доведем до финиша, и уже у нас появятся условия для занятий уже физкультурой, спортом на воде. То есть в этом году уже планируется закончить его? Срок окончания контракта – декабрь 2019 года. Тоже проблемный участок – это Парусинка. Много туристов приезжает, фотографирует, мы видим в интернете какое-то негодование. Вообще вы рассматриваете какое-то изменение или какие-то возможности изменения вообще ситуации на Парусинке по ремонту или восстановлению исторических зданий? Ну, в первую очередь, меня волнует условия проживания именно ивангородцев. То есть мы должны рассматривать, в первую очередь, это жилые дома и насколько возможно проводить капитальный ремонт в этих исторических живых домах для того, чтобы улучшить именно качество проживания. А второе, безусловно, Парусинка является местом притяжения всех туристов, которые знают ивангород, которые, может быть, в интернете прочитали и захотели увидеть своими глазами. И в дальнейшем, я уверен, что количество туристов, оно будет только увеличиваться. Возможности ивангорода, они просто колоссальны в плане именно развития туристического направления. И мы сегодня, безусловно, на это будем обращать особое внимание и смотреть, какие возможны инструменты для того, чтобы Парусинка стала действительно таким уникальнейшим местом, историческим местом, которое будет привлекать жителей других регионов, стран и погружать вот в эту атмосферу, как в Европе есть во многих городах. Это старая часть города, где узкие улочки, где старинные дома, где такая особая жизнь. Вот мне бы хотелось, чтобы наша Парусинка, она действительно стала таким местом, местом притяжения всех любителей истории, любителей старины. Ну и дальше Парк Штиглица, Церковь Святой Троицы, это, на мой взгляд, очень энергетически мощные места, которые очень сильно заряжают, которые заставляют вообще задуматься о том, что вокруг происходит. На берегу Нарского водокранилища, я много где был, много что повидал, но вот Парусинка и вот эта часть города, она, безусловно, она просто завораживает. И люди, мои друзья, знакомые, которые приезжали, впервые очутились в этой части города, они все вообще в восторге от того, что такое уникальное место есть прямо на границе нашей страны. Поэтому я думаю, что общими усилиями при поддержке нашего региона, при поддержке администрации Кингисепского района мы сможем эти вопросы запустить в работу, и уже какие-то положительные динамики уже появятся у Ивангорода. Ну а вопрос по строительству, дальнейшему строительству променада вообще встает, и какую перспективу вообще решили? Перспектива у нас хорошая. Дело в том, что в конце прошлого года пришло подтверждение о том, что этот проект «Нарва Ивангород» оказался победителем в конкурсе. И на сегодняшний день я и мои специалисты, мы полностью погружаемся в этот процесс, потому что нам необходимо еще сделать рабочий проект. Да, поскольку мы отправляли заявку с эскизными проектами, нам нужно разработать рабочую документацию и уже представить в Еврокомиссию для дальнейшего выделения финансирования. Вот Нарвская сторона уже подготовила свою часть, вот они сейчас ожидают от нас таких же результатов. Поэтому у променада есть хорошая перспектива, и я думаю, что мы приложим все усилия, чтобы этот проект состоялся, и уже мы его продлим почти до моста. Проект рассчитан на два года. Один год это проектирование он уже прошел, и два года, в общем-то, строительство. Поэтому будем сейчас максимально ускоряться. Вы как в должности исполняющего обязанности, главы администрации, скажите, какие максимально главные для вас сейчас проблемы, которые вам нужно решить? С чем вы столкнулись? Для меня нет главных или не главных. Мы в любом случае будем расставлять приоритеты в зависимости от ситуации. Для меня сейчас важна реализация программ с участием областного финансирования, потому что в прошлом году были определенные трудности с этим. В этом году, я надеюсь, мы все-таки эту работу выстроим и реализуем все намеченные планы. Ну а второе, я думаю, что мы параллельно будем уже двигаться по тем вопросам, которые мы сегодня с вами обсудили. Это вопросы благоустройства, это вопросы комфортного среды, это вопросы качества жилищно-коммунальных услуг, это вопросы уборки города, ну и, конечно, социальная сфера, на мой взгляд, она тоже может, ну скажем так, еще усилиться и культурные, спортивные направления, направления образования, поскольку есть в Вангороде и учреждения дополнительного образования. Поэтому здесь, безусловно, мы будем расставлять свои приоритеты. Сначала те проекты будем запускать, которые на сегодняшний день уже вот они готовы, где понятно финансирование, мы их запустим. Ну, остальные по мере поступления и возможности, по мере заявок наших, рассмотрения положительных заявок наших на уровне региона Ленинградской области, будем ставить приоритеты и вперед. По вашему мнению, насколько власть, насколько вы открыты для населения в плане изменится ситуация с тем, чтобы была взаимосвязь с властью и населением? Я могу сказать, что некоторые жители очень скептически относятся к моему появлению здесь, считают, что если я не проживаю в Вангороде, значит, я не могу понимать и прочувствовать все те проблемы, которые есть. Но могу сказать, что у меня принцип работы всегда был такой. Я всегда открыт, я всегда готов к диалогу, я всегда готов находить компромиссные решения по тем или иным вопросам. И я думаю, что, безусловно, мы будем больше бывать в городе, ходить по городу, смотреть какие-то моменты, потому что в кабинете или в служебной машине очень трудно рассмотреть и либо услышать о том, чего хотят жители, какие у них есть мысли. Потому что, ну, кто как не житель того или иного дома, квартиры, там, либо города не знает о том, что действительно необходимо, да, и на что нужно обратить особое внимание. Поэтому готов общаться. Формат приема граждан, он будет существовать. Формат выездных оперативных совещаний тематических, он будет проходить, дороги, мусор, благоустройство, детские городки, спортивные городки. То есть мы все это дело будем, безусловно, внедрять. Ну и хотелось бы, конечно, чтобы и жители тоже активнее участвовали в жизни города, в различных обсуждениях и давали какие-то свои предложения по тому или иному вопросу. Мы их все, безусловно, будем рассматривать. У нас есть группы в социальных сетях, и туда можно, да, не обязательно ходить в администрацию. У нас есть на сайте электронная приемная, куда можно написать и сформулировать свои мысли. Поэтому здесь заборы точно никто не будет ставить. Наоборот, я считаю, что я и мои коллеги, мои специалисты должны больше находиться в городе, больше общаться с людьми, и готов к диалогу, встречаться, знакомиться, общаться. Потому что действительно много интересных людей, уникальных людей, у которых большой жизненный опыт и есть свои видения, свои мысли. Все готов выслушать. Когда-то нарвитяне будут ходить и удивляться качеству жизни в Ивангубраде. Есть вообще такая перспектива у нас? Да, у нас есть перспектива. Самое главное – не лениться. Если каждый на своем месте будет отрабатывать на 100, а может быть даже и выше процентов, то результат он придет. Без этого никак. А если мы будем лениться, то так и будем ахать-охать и говорить, как там за рекой хорошо, и как у нас серо, уныло, и никаких перспектив. Поэтому я думаю, что все по силам. Наш губернатор Александр Юрьевич Дрозденко знает Ивангород, неоднократно бывал, знает основные проблемы. Поэтому, конечно, два пограничных города – Святогорск в Выборгском районе и Ивангород в Кингисепском районе – это форпост нашей страны. И от того, что будет здесь происходить, и как будет здесь протекать жизнь, зависит и настроение от тех людей, которые впервые попадают в наш город. Какую первооценку они сделают, так будут относиться к нашей стране. С настроем созидать я пришел на то, чтобы погрузиться во многие процессы, на которые, может быть, не хватало ни средств, ни сил, ни руки не доходили, как говорится. Ивангород, он должен идти в ногу со временем и применять все технологии и скорость их выполнения, скорость выполнения решений, они должны соответствовать современному развивающемуся государству. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова